Саровский кинотеатр КБ-50 оказывает помощь пациентам с инсультом и инфарктом. Далее расскажем обо всем подробно. Напряженная внешнеполитическая ситуация, санкции, экономический кризис. Последние полгода для отечественных бизнесменов стали настоящим испытанием на прочность. В такой непростой период на помощь им приходит государство. Бизнесу предлагают гранты, субсидии, компенсации и затрат. О том, какие меры поддержки на региональном и местном уровнях доступны саровским предпринимателям, расскажем далее. Малоимущие саровчане могут получить субсидию в 250 тысяч рублей на запуск своего бизнеса при заключении социального контракта. Контракт призван вывести семью за границы бедности и обеспечить ее постоянным доходом. Так, чтобы получить средства на создание и развитие собственного дела, нужно зарабатывать меньше прожиточного минимума на протяжении минимум трех месяцев. В этом году в Сарове заключили восемь социальных контрактов. Два сейчас находятся на стадии рассмотрения. Если будущий предприниматель, либо действующий, соответствует всем критериям, в основном по доходу, но есть еще ряд критериев, то он может получить вот эту сумму, 250 тысяч рублей, и приобрести на нее то, что ему нужно для предпринимательской деятельности. В этом году стартует мера поддержки для молодых предпринимателей. Так, гранты в размере от 100 до 500 тысяч на создание и развитие собственного дела могут получить саровчане в возрасте от 18 до 25 лет, софинансирование не менее 25% от стоимости проекта. К примеру, если кандидат хочет приобрести на средства гранта оборудование, то 25% от его стоимости он должен добавить из своих денег. Чтобы получить этот грант, нужно пройти акселератор, в рамках которого расскажут об основе предпринимательской деятельности, и расскажут, как заполнить заявку. Заполнить заявку, подать ее на рассмотрение. По традиции у нас, когда мера поддержки только запускается, финансирование достаточно обширное. Уплата первого взноса при заключении договора лизинга, регистрация и сертификация продукции, образовательные услуги для сотрудников, участие в выставках, ярмарках, приобретение контрольно-кассовой техники. Средства, потраченные на эти услуги, предприниматели Сарова могут возместить. Финансирование на компенсационные меры поддержки выделяют уже из городского бюджета. Это компенсационная поддержка. То есть затраты какие-то понесли, пришли в администрацию, предоставили документы, поучаствовали в конкурсе и получили возмещение этих затрат. И этими деньгами уже можно распоряжаться, ну, собственно, как угодно. Направить их в развитие, заплатить зарплату. Здесь уже дальше субъект только принимает на себя обязательства не закрываться в течение определенного периода времени, не снижать заработную плату и не сокращать численность сотрудников. Полное интервью о региональных и местных мерах поддержки предпринимателей смотрите в нашей рубрике без комментариев. О поддержке бизнеса просят и кинотеатры. Эта сфера одна из тех, кто больше всего пострадал в пандемию. Не успев оправиться от последствий коронакризиса, кинотеатры попали под очередной удар. С российского рынка ушли зарубежные фильмы, уведя из кинозалов зрителей. Что необходимо, чтобы киноиндустрия выстояла, мы спросили в одном из Саровских кинотеатров. На долю голливудских фильмов приходилось до 80% проката. С их исчезновением из афиш число зрителей сократилось в 5-6 раз. Для небольшого кинотеатра это критично. Сегодня Люмин в Сарове работает даже не в ноль, в минус. Мы пытаемся экономить на обслуживании оборудования. Таким образом, мы сократили сеансы и по будням периодически мы работаем. Мы начинаем свою работу не утром, а во второй половине дня. По пути сокращения часов работы пошли многие российские кинотеатры. Некоторые и вовсе закрылись. Меры экономии еще какое-то время позволят держаться на плаву. Вот только как долго вопрос скорее риторический. Ситуацию не спасает и то, что кинопродукцию включили в программу пушкинской карты. На российское кино зритель по-прежнему идет неохотно. Кинотеатры просят о помощи государства. Во время пандемии государство выплатило субсидию, позволяющую перекрыть расходы на минимальную заработную плату. Если бы какая-то похожая мера велась и сейчас, для нас это было бы просто прекрасно. Но рассчитывать на субсидии пока не приходится. Вопрос финансовой поддержки кинопроката обсуждался несколько месяцев. Однако в итоге Минфин отказался выделять 6,5 миллиардов рублей на поддержку отрасли. Чтобы привлечь зрителя, кинотеатрам остается экспериментировать с контентом, возвращать в прокат старые советские и российские фильмы и надеяться, что достойное кино начнут снимать и отечественные студии. 22 июня активисты молодежных общественных объединений примут участие в патриотической акции. В 4 часа утра участники встретятся на площади перед городским музеем, откуда в годы войны сыровчане уходили на фронт и пройдут маршрутом по памятным местам и улицам, связанным с подвигами в Великой Отечественной войне. Закончится шествие возложением цветов к вечному огню и акции «Свеча памяти». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Размер ежемесячной выплаты на второго ребенка и средств мат-капитала увеличился до 12 692 рублей. Это связано с увеличением прожиточного минимума на 10%. Индексацию выплаты проведут автоматически. Владельцы сертификатов, у которых право на мат-капитал появилось с 2018 года с рождением второго ребенка и на которые еще не использовали средства, могут обратиться за установлением выплаты через портал Госуслуг. Для назначения выплаты нужно, чтобы доход семьи на каждого члена не превышал двухкратной величины прожиточного минимума на душу населения. В регионе по нацпроекту «Цифровая экономика» можно пройти обучение по одному из 88 образовательных направлений в сфере IT и получить скидку до 100% на курс. Подать заявку на обучение через Госуслуги могут граждане РЭФ с 16 лет и до выхода на пенсию. Нужно иметь высшее и среднее профессиональное образование либо быть студентом. Для нашего цифрового региона, испытывающего дефицит IT-кадров, это крайне актуальный проект. В прошлом году программа предполагала 50% софинансирование стоимости обучения. В этом году условия участия стали более комфортными, подчеркнул глава региона Глеб Никитин. При инсульте и инфаркте счет порой идет на минуты. Ежегодно в отделение поступает более 400 царовчан с острым нарушением мозгового кровообращения и более 200 с острым коронарным синдромом. Благодаря современным методам диагностики, лечения и реабилитации, а также грамотно выстроенной маршрутизации, большинство пациентов возвращаются к полноценной жизни. При инсульте и инфаркте счет порой идет на минуты. На помощь таким пациентам приходят сотрудники первичного сосудистого отделения КБ-50. Благодаря современному оборудованию, в том числе второму компьютерному томографу, который был приобретен при поддержке госкорпорации Русатом, обследовать пациента и поставить ему диагноз удается буквально в течение часа. Означается ему ряд обследований. Сразу непосредственно в прямом покое забирается кровь из вены, смотрится общий анализ крови, коглограмма, биохимический анализ крови берется. Далее пациент транспортируется на компьютерную томографию, для диагностики между ишемическим и геморрагическим инсультом. Это бывает опухоли, создают впечатление инсультов тоже как бы. Оборудование в палате интенсивной терапии в первичном сосудистом отделении позволяет постоянно следить за состоянием пациента. Здесь организован круглосуточный пост медсестры. При необходимости есть возможность дистанционной консультации со специалистом областной клинической больницы имени Симашко, а также направление пациентов на лечение в медицинские учреждения ФМБА России и Нижнего Новгорода. Там нас консультирует их нейрохирург, если, например, поступает геморрагический инсульт, то есть необходимо обязательно консультация нейрохирургов в первые 40 минут с момента поступления в плане решения вопроса в оперативном лечении требуется или нет. Также, если есть какие-то спорные вопросы, потому что все люди индивидуальны и бывает сложно разобраться, следует проводить ромболизис или нет. Врачи первичного сосудистого отделения дают родственникам больного рекомендации по уходу и методам восстановления после выписки из стационара. В планах у клинической больницы 50 повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Планируется открытие приемного отделения для пациентов сердечно-сосудистой патологии, которое будет оборудовано своей ангиографической операционной. Помощь будет оказываться уже высокотехнологичная в плане коронарографии и постановки стентирования при необходимости. Здесь у нас с АРОВИ на месте, никуда пациентов отправлять нам не придется. Инсульт и инфаркт могут привести к инвалидности и летальному исходу. Если у вас или ваших близких появились внезапные слабости, а не менее в конечностях, нарушение речи и координации, симметрия лица, жжение и ноющая боль в груди, головокружение, а дышка, затрудненное дыхание, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Каждую среду сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра проводят для своих маленьких читателей библиотечные дворики. В этом году сезон открыла программа под названием «Наш веселый светофор». Библиотекари рассказали участникам о самых знаменитых светофорах мира, показали, как они выглядят и где находятся, а также поиграли с ребятами в подвижные игры. Проект «Библиотечный дворик» существует в Сарове с 2011 года. Первые познавательно-развлекательные программы для детей библиотекари готовили на литературные темы по творчеству русских и зарубежных писателей. Позже тематика библиодворика расширилась. Это еко-путешествия и спортивные соревнования и мастер-классы. Первое мероприятие этого летнего сезона прошло под названием «Наш веселый светофор». «На сегодняшнем дворике мы рассказываем детям, что такое светофор, кто его родители и где вообще он родился, какие светофоры бывают в мире и в каких странах, как они выглядят. И проводятся, конечно, такие вот веселые подвижные игры». Загадки, ребусы, пазлы, конкурсы на здание дорожных знаков. Юные читатели библиотеки активно и с интересом включились в игровую деятельность, не обошлось на площадке и без веселых стартов, полет на ядре Мюнхгаузена и дорога с препятствиями. В игровой форме дети запоминали правила дорожного движения и вспомнили о том, как вести себя на проезжей части. «У нас был библиотечный дворик, мы выполняли всякие задания, квесты, бегали». «Что-то узнали нового сегодняшнего мероприятия?» «Да, да». «Что?» «Что, что в Лондоне есть светофорное дерево. И есть такие вот светофоры, они смешные, красивые и даже один похож на обезьяна». Проект «Библиотечный дворик» ждет ребят во время летних каникул каждую среду в 18.00 во дворе по адресу улица Московская, 11. В следующий раз, 22 июня, библиотекари приглашают юных читателей совершить путешествие на веселом паровозике по стране стихов «Агни и Барто». Мероприятие без возрастных ограничений. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 16 по 19 июня там проходит медовая феерия. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соту она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 16 по 19 июня с 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей!